итак ребята всем привет прошло не так много времени как была последняя распаковка и вот пришла очередная которую я ждал пришла она с москвы и через сдек хочу вам показать то что вы никогда еще в моей распаковке не видели что пришло пришла большая коробочка кстати последнее видео хочу вам задать загадку найдите 5 отличий с последнего кадра что у нас нового изменилось на заднем фоне будет достаточно любопытно вот ну ладно давайте поближе к делу сейчас будет распаковка посылки которую пришла с москвы достаточно интересно будет многим кладоискателям я ее конечно же в свое время буду испытывать похожу узнаю ну и покажу есть результаты в поиске с этой вещью или нет так что приятного просмотра ну что погнали вот огромная посылочка пришла у нас по службе сдек вот габарит 45 33 на 22 то есть масштабная такая посылка пришла из москвы балашиха и давайте распакуем любопытно над тем что она возможно кому-то понадобится в дальнейшем мне его прислал наш друг товарищ камрад рустан рустик вот такая вот внутри непонятное что упакован конечно отвратительно так вот такая железяка раз вот такая железяка 2 и внутри красная хреновина что это если у кого то есть догадки пишите ну а мы продолжаем распаковку это я так понимаю кейс кейс ребята это у нас кейс а что кейс надо узнать многие уже в комментариях пишут саша нам очень нравится распаковки твои делай почаще чтобы делать почаще распаковки от подписчиков нужно все это дело присылать открывается я первый раз сталкиваюсь с этим так что не описуете как это все открылась здесь вот такая лабуда да вещица как бы бушная но в работе она на работу не повлияет гейминг ге ге мини 3 фишер регулировка какая то кнопочки а это батарея а тест на батарею то есть батарея это что у нас короче разбираться надо и так это все работает а хрен ее знает надо смотреть видео обзоры и учиться не знаю что это такое не знаю так здесь вот что то должно откручиваться наверное здесь аккумуляторы здесь тоже как это все собирается я не понимаю вообще как с этим работать тоже будем разбираться вот такая вот у меня распаковочка сразу пишем в комментарии у кого такой есть если у кого то нет то пишите свои догадки как это все цепляется как это все делается я не знаю ну а я пойду в интернет смотреть что это ну что ребят скрыл я и оказывается это действительно отсек для батарей и я вам хочу сказать ёж твои налево смотрите здесь стоят пальчиковые батарейки в одном блоке их 8 да 4 4 8 афигеть 8 и во втором тоже отсеки тоже аккумуляторы и их тут тоже 8 вообще если этот прибор жрет такое большое количество аккумуляторов то не напасешься представляете 16 батарей нужно ладно продолжаем дальше разбираться вот с этими ногами что для чего и как эта часть прибора называется как бы приемник это у нас регулятор чувствительности это у нас проверка батареи заряжена или нет включение осуществляется при помощи поднятия тунглера к верху и это у нас разъем под наушники сэкономить зарядку следующая такая длинная штанга у нас идет так называемый приемник передатчик или наоборот но не суть важно здесь тоже имеется индикатор уровня батареи при включении он показывает норм видите да и ноль в принципе сейчас продолжим в общем прибор я собрал все сборка ничего сложного нету два крепежа здесь и один здесь все это будет носиться у нас при помощи вот такого вот все это на весу прибор не тяжелый всего-навсего три килограмма насколько он рабочий насколько он будет успешный в поиске это еще под вопросом потому что кое-какие тесты я посмотрел на ютубе оказывается что это прибор который он ищет но но у него есть обычные конкуренты которые металлоискатели грунтовики видел я тесты кладов которые он делает клады к сожалению из нескольких там например десяти двадцати монет екатериновских когательных пятаков он не видит обычный грунтовик видит а этот нет плюс видел то что например он лопату увидит на высоте на глубине одного метра вот а обычный грунтовик может эту лопату увидеть полтора но этот тест был по воздуху не знаю насколько удачное приобретение покупки все конечно же покажет находки тесты которые возможно в ближайшее время будут вот так что вот такой металлоискатель называется gemini 3 это металлоискатель достаточно старая модель и уже ему многие многие наверное десятки уже лет вот так что вот такой вот у меня сегодня шикарная распаковочка по ссылочке вот а как что увидим дальше ну на этом и все надеюсь вам видео понравилось распаковка пожелайте мне удачи в поисках всяких железных железяк на глубине побольше мне копать вот но я думаю этот прибор достаточно хороший именно при поиске кто занимается по войне как прописано в инструкции такой прибор например танк увидит на глубине 6 метров например какую-то более-менее такую поменьше находку в частности каска какая-то или же что-то какая-нибудь огневая точка он увидит ее на глубине полтора то и два метра а танк на 6 как танк может на 6 метров ну если только присыпло вот такой вот ребята приборчик джемини все всем пока и 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